Свыше 30 пунктов нарушений закона, возбуждение уголовного дела в отношении следователей и оперативных сотрудников по обвинению в применении пыток, вынесение частного определения в отношении сотрудника прокуратуры за ненадлежащий контроль за качеством расследования. Таков итог судебного заседания по делу 17-летнего Даниила Романова, обвиненного в убийстве, который спустя 6 месяцев после задержания был выпущен из-под стражи в зале суда. Подробности в следующем материале. Сказать об этом деле, шито белыми нитками, не сказать ничего. С самого первого появления публикации о задержании подростка и обвинении его в жестоком убийстве без серьезной доказательной базы, общество пристально следило за любыми сообщениями и недоумевало от происходящего. Руководство и законом, и совести, учитывая тот факт, что ни один довод стороны обвинения не нашел своего подтверждения, Даниил Романов был оправдан судом. С статьями 387 по 390, 394, 399, 400, 401 Уголовно-процессуального кодекса суд приговорил несовершеннение Романова Даниила Вячеславовича признать невиновным и оправдать за недоказывать его участие в совершении инкримируемого ему деяния. Продисмотрены статьями 99, частью 1, 287, частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Меру пресечения Романова в виде содержания подстражей отменить, немедленно освободить из подстражей в зале судебных заседаний. Фактически доказательство строилось на основании глупой шутки Даниила, который отправил другу сообщение о том, что застрелил человека из травмата. Однако у молодого человека есть абсолютное алиби, которое было еще раз доказано в ходе судебных слушаний. Никакие доводы следствия не принимало внимания. Более того, от подростка было даже получено признание, как именно, тоже было рассказано в суде. Почти минуту судья Нурлан Губашев перечислял обнаруженные в результате медицинского освидетельствования синяки и ссадины на теле подростка, каждый из которых свидетельствует о том, что по отношению к задержанному применялась физическая сила. На основании изложенных руководствами 45 Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан постановил довести об изложенных фактах до прокурора Западной Казахстанской области для обсуждения и принятия мер к указанным лицам и недопущения подобных нарушений впредь. Не позднее месячного срока принять меры по частному постановлению и результатах сообщить специализирование Нижневого суд по уголовным делам. Прошедшие месяцы стали настоящим испытанием для семьи. Обвинения предъявили молодому человеку, который находился дома и который, по иронии судьбы, получает юридическое образование. Несмотря на то, что Даниил был оправдан и выпущен из-под стражи в зале суда, ему предстоят новые судебные заседания. Но в качестве свидетеля. После случившегося Даниил сделал для себя выводы относительно шуток, которые позволял собирание. Однако причины своего ареста он это не считает. Причиной моего заключения стало то, что сотрудники некорректно относились к расследованию. И в течение шести месяцев не прослушивали ни алиби, ничего. Алиби еще больше имеется. Не только показания свидетелей компьютера. Еще имеется также телефон и прочее, что может подтвердить. Просто не получилась возможность из-за следствия предоставить данные свидетельства. Уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 394 подлежит направлению прокурора Западно-Казахстанской области к установлению лиц, совершивших преступление.